МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа новости нашего города. В студии Кирилл Мигель. Здравствуйте. В начале выпуска о некоторых темах. Белым снегом Ноябрьск буквально завален отсадками. Кто виноват и что делать? Влетел на четверть миллиона. Один из автолюбителей Ноябрьска заплатит за испорченный остановочный комплекс. Из-за планированного происшествия пожарные провели учение в детском инфекционном отделении ЦГБ. Ночной выпуск с трагедии в Волгограде. Взрыв в автобусе устроила смертница. 30-летняя уроженка Дагестана Наида Осиялова так считает следствие. Напомню, в понедельник в рейсовом автобусе сработало взрывное устройство. По официальным данным, в результате теракта погибли 6 человек, не считая саму смертницу. Более 30 ранены. Из них четверых тяжело пострадавших самолет МЧС доставил в Москву. В Волгоградской области объявлен трехдневный траур. Губернатор Ямала Дмитрий Кабулкин направил главе администрации Волгоградской области Сергею Боженову телеграмму со словами поддержки. От имени жителей Ямала и от себя лично прошу передать глубокие соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших в результате теракта. А пострадавшим скорейшего выздоровления. Ямал сострадает, сочувствует, скорбит вместе с вами. Коммунальщики затягивают с уборкой снега. Об этом сегодня на совете директоров заявил первый замглавы города Андрей Касьяненко. В частности, первый замглавы сделал замечание управляющим компаниям. Он пояснил, что жители города уже обращаются в администрацию с жалобами. Прежде всего претензии касаются управления жилищного хозяйства. На подведомственной ей территории сугробы оказались такими большими, что их не могли преодолеть машины скорой помощи. В свою очередь, представители управляющих компаний сетуют на то, что слишком мало заложено денег на уборку снега. И их не хватает, чтобы нанять достаточное количество техники. В частном порядке, если предоставляют технику, то очень дорого. И они не хотят идти на разовые услуги. Только с подписью на целый месяц. А стоимость полторы тысячи машина-часа для нас это неподъемная цена. И средняя цена техники вообще тысячи рублей машина-часа. Хотя у нас, если взять в тарифе заложено 380 рублей. Мы не можем просто обеспечить такое, ну, много техники, одноразово. Потому будем очистять территорию согласно графику. Если 300 рублей недостаточно, идите к собственникам, объясняйте и увеличивайте стоимость. Это первое. О том, что вы подписываетесь сейчас договора, это очень приятно слышать. Только я напоминаю наше совещание двухнедельной давности, где вам указывалось. И вы говорили, что вопросов нет, все готовы, наступит снегопад, примем все меры. Не то, что мы сейчас откажемся от выполнения своих обязательств, взятых по договору управления. Будем стараться максимум выполнить. Время, которое понадобится на время управления. Ну, я не знаю, если по очистке вот этого первого снегопада, то я думаю, что в течение недели-то мы вычистим все. Быстрее мы не сделаем. Ну, как бы реальные, если называть цифры, то тогда где-то в течение недели более-менее приведем порядок в прилегающую территорию. Время вам святая четверг. В пятницу у вас будут в гости с контрольных органов. Между тем, действующее законодательство довольно лояльно по отношению к организациям, которые недобросовестно относятся к своим обязанностям по уборке снега. Иными словами, довольно трудно заставить коммунальщиков убрать снег, хотя варианты решения проблемы все-таки существуют. Какие, расскажет Ксения Епишева. Это видео снял один из жителей нашего города. Во дворе в снегу увязли сразу два автомобиля – легковушка и газель. Преодолеть снежные препятствия оказалось не под силу даже грузовику. Чтобы освободить свою машину из снежного плена, водителю ничего не оставалось, как взять в руки лопату. Впрочем, похожая картина чуть ли не в каждом дворе Ноябрьска. Вряд ли они безопасны для передвижения. Автомобили заносят даже на хорошей резине. И тут возникает резонный вопрос – почему? Почему соответствующие службы не убирают территории, которые за ними закреплены? В настоящее время определенные требования установлены по постановлению Газстроя Российской Федерации 27 сентября 2003 года, номер 170, они касаются в основном уборки территорий, которые можно отнести к тротуарам. В частности, этими требованиями установлены периодичность уборки тротуаров. К сожалению, в городе Ноябрьске подавляющее большинство территорий, прилегающих к домам, следует отнести к категории проездов, то есть предназначенных для проезда автомобиля. В этом случае эти правила не действуют. Итак, коммунальные службы, оказывается, вовсе не обязаны в первую очередь очистить от снега ни дороги во дворах, ни подходы к подъездам, ни даже ступеньки крыльца. Вот такой вот парадокс. Но все равно найти право на управляющую компанию возможно. Территория вокруг квартирного дома, земельный участок должен быть доступен для использования. И это обязанности управляющей организации, товарищества и, соответственно, любого другого лица, которые ответственны за належащее содержание общего имущества на квартирном доме. Если во дворе застревают автомобили, а пешеходы не могут свободно передвигаться, значит, управляющая компания игнорирует свои обязанности. Тогда нужно жаловаться. Либо в саму управляющую, либо в жилищную инспекцию. Можно даже привлекать правоохранительные органы, как участковых, так и сотрудников ГИБДД. Причем такая практика в ноябрьске существует. В прошлом году одна из управляющих компаний уже получила предписание от госавтоинспекции за неубранный снег. Ведь стандартами определена и глубина снежной колеи. Если она не соответствует нормам, то это является угрозой безопасности дорожного движения. Ко всему прочему, снег должны не только убирать, но и своевременно вывозить. Правила благоустройства города никто не отменял. Согласно им, освобождать дворы от снега должны не реже, чем раз в 10 суток. В случае нарушения правил управляющим компаниям грозят штрафные санкции. В общем, варианты воздействия на коммунальные службы есть. Но существует и еще один эффективный способ. Собственники сами вправе выбирать форму управления, если компания не выполняет свои обязанности. Быть может, стоит подыскать ей замену? Ксения Епшева, Александр Иванов и Анатолий Присич. Новости нашего города. Влетел на 250 тысяч. Такую сумму может заплатить один из жителей города за испорченный остановочный комплекс. В него он въехал на своем автомобиле. Как пояснили в департаменте по имуществу, в ближайшее время виновника ДТП ждет судебное разбирательство. Правда, кто именно этот виновник, пока не ясно. Сейчас полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения. Ответ на вопрос, можно ли восстановить комплекс, даст заключение экспертизы. От ее результатов и будет зависеть, сколько именно заплатит водитель. Добавлю цена одного остановочного комплекса равна четверти миллиона рублей. Жители микрорайона Вангапуровский имеют возможность получить юридическую помощь по различным вопросам. В четверг, 24 октября, прием граждан по личным вопросам здесь проведет прокурор Ноябрьска Михаил Винглер. Жители отдаленного района города смогут обсудить с представителем надзорного ведомства все интересующие их темы, а также сообщить о нарушениях. Я хотел бы обратиться к гражданам, жителям города Ноябрьска, сообщить о том, что 24 октября 2013 года, в четверг на этой неделе, в микрорайоне Вангапуровский, города Ноябрьска, прокурор города Ноябрьска Винглер Михаил Владимирович, будет вести прием граждан в опорном пункте полиции, который находится в указанном микрорайоне города по адресу улицы Ленина, 2, с 10 до 12 часов дня. Примет в тех желающих граждан и ответит по возможности на имеющиеся у них вопросы. Соответственно, будут приняты заявления, если такие поступят от граждан. На 25 октября в администрации города пройдет день бесплатной юридической помощи. Прием граждан с 9 утра до 6 часов вечера проведут члены местного отделения Ассоциации юристов России. Как обычно, приоритеты дадут ноябрьцам из незащищенных слоев населения. Записаться на консультацию можно по телефону 361 095. В медицинских и образовательных учреждениях Ноябрьска идут проверки противопожарной безопасности. Сегодня сотрудники отдела надзорной деятельности побывали в инфекционном отделении Ноябрьской городской больницы. Сотрудники отдела надзорной деятельности проверяли наличие первичных средств пожаротушения, планов эвакуации, состояние основных и запасных выходов. Кроме того, провели учебную эвакуацию, правда, без участия детей. Сегодня в эвакуационных мероприятиях мы не будем задействовать детей, потому что все-таки идет сезонный подъем заболеваемости, и детки у нас находятся вот на таком интенсивном лечении. Сегодня будут участвовать у нас сотрудники. Подобные плановые проверки не редкость, поэтому персонал четко знает алгоритм действий в случае возникновения пожара. Алло, детская инфекция, центральная городская больница. У нас возгорание на третьем этаже в коле. Передала Попова, в обществе количество больных 85, 50 детей, 35 мам по уходу и 20 медперсонал. По легенде, очаг возгорания находился на третьем этаже. Медсестра Лариса Попова проинструктировала медперсонал о порядке действий до прибытия пожарных. Сегодня у нас была проведена проверка противопожарного состояния инфекционного отделения Ноябрьской ЦГБ, проведена эвакуация и проверены действия сотрудника медперсонала при возникновении пожара. В общем, произошло все удовлетворительно, но имеются некоторые замечания под действием персонала. Дала сбой и система оповещения на одном из этажей. Она сработала не сразу, но этот недостаток успешно устранили еще в ходе проведения учений. Юлия Москалик, Виталий Харченко, новости нашего города. Состоялось очередное заседание окружной комиссии по безопасности дорожного движения по ЯНАО. Оно прошло в режиме видеоконференции. Руководители департаментов, ведомств и главы муниципальных образований автономного округа отчитались о проделанной работе и реализации программ по предотвращению дорожно-транспортных происшествий. Не меньше внимания уделили и планируемым мероприятиям, направленным на стабилизацию аварийности и повышение культуры поведения на дорогах. Также обсуждали вопрос эффективности использования бюджетных и технических средств, обращено внимание на расчеты и ошибки, а также расставлены приоритеты на текущий период. Прошло уже время, когда мы раскачивались и, скажем так, опробовали какие-то методики, опробовали мероприятия. И я думаю, что сейчас уже надо максимально обратить на те наши боевые точки, которые идут по обеспечению запаса всей движения. И на сегодня это все. Прогноз погоды через несколько секунд. И я желаю вам всего доброго и до свидания. Зима наполняет мир красотой. Но порой за поворотом она прячет неожиданные сюрпризы. Какой бы ни была зимняя дорога, волшебный или непредсказуемый, вы спокойны за близких, когда впереди надежный ориентир. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вас ждут качественное топливо и теплый прием. Сеть АЗС «Газпромнефть» – надежный ориентир на зимней дороге. 23 октября в Сельхарде пасмурно, небольшой снег. Ветер юго-западный, температура 8 градусов ниже нуля. В Муравленко облачно, небольшой снег. Ветер западный до 3 метров в секунду, температура 6 градусов мороза. В ноябрьский пасмурно, небольшой снег, ветер западный до 2 метров в секунду, температура минус 8 градусов.